Самоубийства военачальников происходили как во время войны, так и после ее окончания. К этой сложной и неоднозначной теме мне приходилось возвращаться неоднократно, особенно потому, что в публикациях на этот счет часто встречаются неточности и ошибки. Еще более трудно понять, почему высокопоставленные командиры лишали себя жизни уже после победы. Причины могли быть разными – тяжелая болезнь, душевные потрясения, трудности на службе. Личные проблемы сегодняшний рассказ о трагической судьбе генерал-майора Власенко Алексея Митрофановича, 1906-1950. Во время войны командиры иногда решались на самоубийство, оказавшись в окружении, чтобы избежать плена. Некоторые не выдерживали известий о огромных потерях среди личного состава и техники, другие – позора поражения в бою. Таких трагических случаев в годы войны было немало. Алексей Власенко родился 17 марта 1906 года в селе Больше, Сазанка, которое ныне находится в Серышевском районе Амурской области. С ноября 1928 года он служил в Красной армии. В августе-сентябре 1929 года, будучи в составе 105-го ленинградского стрелкового полка 35-й стрелковой дивизии, Власенко участвовал в боях на Китайско-Восточной железной дороге «Квшт». С июня 1936 года он служил в Рязанской пехотной школе, занимая должности командира взвода, роты и помощника командира батальона по огневой подготовке. В июле 1939 года он стал слушателем военной академии РКК имени Фрунзе. С началом Великой Отечественной войны майор Власенко возглавил 765-й стрелковый полк 107-й стрелковой дивизии, с которым участвовал в Смоленском сражении и Ельнинской наступательной операции. Его полк одним из первых в Красной армии был преобразован в гвардейский. В декабре 1941 года Власенко принял командование 26-й отдельной курсантской стрелковой бригадой, которая участвовала в контрнаступлении на Малоярославецком направлении, а затем – в Тарапецко-Холмской наступательной операции. В августе 1942 года он был назначен заместителем командира 243-й стрелковой дивизии. С ноября 1942 года его дивизия вошла в состав 49-й, а затем 20-й армии и вела ожесточенные бои с целью перерезать железную дорогу Ржев-Вязьма. С декабря 1942 года дивизия перешла к обороне и была выведена в резерв Ставки. В январе 1943 года ее включили в состав 3-й гвардейской армии Юга-Западного фронта. В феврале 1944 года, во время боев за Ворошиловград, Власенко временно командовал 910-м стрелковым полком. За успешное руководство полком он был награжден Орденом Красного Знамени. В наградных документах отмечалось, что под его командованием полк сломил упорное сопротивление противника. Занял 10 населенных пунктов и уничтожил несколько укрепленных очагов сопротивления, а также успешно отбил ряд сильных контратак врага. С 19 марта 1943 года полковник Власенко принял командование 259-й стрелковой дивизии, 3-й гвардейской армии. Под его руководством дивизия удерживала оборону по реке Северский Донец, а в июле-октябре участвовала в освобождении Левобережной Украины. 8 сентября 1943 года дивизии было присвоено почетное наименование «Артемовская». Весной 1944 года дивизия Власенко успешно форсировала реку Южный Бук и, продолжая наступление на юго, запад, вышла к реке Днестр, освободив множество населенных пунктов. В ночь на 14 апреля она форсировала реку в районе Аланишть-Каркмас, захватила плацдарм и вступила в ожесточенные бои за его удержание. Трагический эпизод в карьере Власенко произошел 16 апреля 1944 года. В разгар боев он отдал незаконный приказ расстрелять без суда начальника артиллерии 939-го стрелкового полка майора Киселева, обвинив его в трусости на поле боя. Майор был казнен перед строем офицеров дивизии. Это решение вскоре привело к серьезным последствиям. 22 мая Власенко был отстранен от командования дивизии и понижен в должности до заместителя командира 19-й Воронежской стрелковой дивизии, с которой продолжил освобождать Румынию, Болгарию и Венгрию. Во время Будапештской наступательной операции с 4 декабря 1944 года Власенко был назначен командиром 113-й стрелковой Нижнеднепровской дивизии, однако его вспыльчивый характер вновь дал о себе знать. Не разобравшись в причинах задержки движения колонны, он обвинил в этом командира 157-й штрафной роты капитана Носовенко, который в тот момент находился на лошади. Власенко выстрелил в капитана, тяжело ранив его. 6 декабря 1944 года генерал Власенко был отстранен от командования дивизии за самовольный расстрел офицера и вызван в Москву для суда. Перед военной коллегией Верховного суда СССР он предстал на закрытом заседании 5 апреля 1945 года. Власенко был приговорен по статье 193-17, пункт АУК РСФСР «Превышение власти» и статьям 19 и 137 УК РСФСР «Покушение на умышленное убийство» к пяти годам лишения свободы. Однако исполнение приговора было отсрочено и Власенко отправили на фронт. В мае того же года его назначили заместителем командира 88-й стрелковой Витебской краснознаменной ордена Суворова дивизии. Описывая в своей книге «Судебное дело генерала», я не упоминал о том, что в 1950 году он покончил с собой. Тогда не удалось выяснить, что именно подтолкнуло его к этому шагу, и даже сейчас причины остаются неизвестными. После войны судимость с Власенко была снята, и он продолжил службу на должностях заместителя командира 78-й, 206-й и 70-й гвардейских стрелковых дивизий. С 27 февраля 1947 года он был назначен заместителем начальника управления боевой и политической подготовки Прикорпатского военного округа. Ночью 9 ноября 1950 года в городе Львове генерал, майор, Власенко покончил жизнь самоубийством. Причины этого поступка остаются неясными, поскольку дело о его смерти было засекречено и неизвестно, была ли найдена предсмертная записка. Возможно его терзали угрызения совести, но нельзя исключать и другие мотивы. Понравилось видео? Не стесняйтесь ставить лайк и делиться своим мнением в комментариях. Не забывайте, что эти простые действия влияют на развитие канала. Спасибо за внимание и всего доброго. Продолжение следует...